МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого мутищенского информационная программа День в студии Анна Раченкова и в начале о главных темах дня. Заслуженные награды вручили команде спортивной школы «Авангард» по мини-футболу для слепых. Приносите честь и славу нашему родному городу Матище. Сергей Берзин о том, как важно хранить первоцветы. Если мы научимся их сохранять, они не останутся в долгу. А в детском саду номер 4 поздравили заводчан метровагон Маша. Конечно, это счастье, что мы можем сказать наш завод, наши родители. В картинной галерее состоялась весенняя выставка. Обязательно для посвящения такие мероприятия. Подведены итоги хоккейного турнира на Кубок Шалимова. Ну, все равно выходили, все равно бились, играли. Есть ребята, здесь все зависит от них. А теперь об этом и многом другом более подробно. Подготовка к акции «Лес Победы» и празднование 9 мая. Основные темы оперативного совещания под руководством главы округа. Кроме того, участников встречи ознакомили с изменениями в законодательстве о выборах и другими вопросами. Юлия Федриненко расскажет подробности. В предстоящую субботу все Подмосковье вновь выйдет на массовую эколого-патриотическую акцию «Лес Победы». Активное участие в ней по традиции примут и мытищинцы, желающих посадить дерево на основной площадке в Учинском участковом лесничестве. Будут организовано доставлять автобусами. Начиная с 9 часов 30 минут транспорт отправляется в центральной площади города. Дорогие мытищинцы, приглашаю вас принять участие в акции «Лес Победы», которая пройдет 29 апреля на территории Учинского лесничества, поселок Пироговский. Все необходимые материалы будут предоставлены. Всего в городском округе мытищи в ходе акции будет высажено почти 14 тысяч сеянцев сосны, а также березы, липы, дубы, каштаны, клены, ели, пихты, катальпы, тополя пирамидальные, черему, харибина, туи, яблони, груши и вишни. Главное, не забудьте резиновые сапоги, предупреждают организаторы. После дождливой недели без такой обуви в лесу не обойтись. Следующим выступил с докладом директор городского информационно-вычислительного центра, который рассказал об изменениях в законодательстве о выборах. Сегодня на территории округа определены 95 избирательных участков. Но согласно обновлению нормативной базы к выборам президентов в 2018-м, их количество может увеличиться. Не будет также открепительных листов для голосования. И последнее, что нас уже коснулось, это необходимость формировать протоколы в электронном виде на избирательных участках с QR-кодами, так называемыми. Ну, практически это штрих-код, только двухмерный. И уже получено указание из правительства Московской области об обеспечении всех УИКов компьютерами и принтерами с соответствующим набором лицензионного программного обеспечения. Ирина Скворцова подвела итоги Декады милосердия, которая проходила на территории муниципалитета с 10 по 19 апреля и поблагодарила всех за участие в мероприятиях. Декада включала в себя проведение акций различной направленности. Во время акции «Чистый четверг», «Чистый дом», «Чистые окна» волонтеры убирали участки и квартиры пожилых людей. Также оказывалась помощь по уборке могил родственников-получателей социальных услуг. Воспитанники Центра преображения традиционно навели порядок на месте захоронения летчицы Героя Советского Союза Распоповой Нины Максимовны. Об участии мытищинской делегации в форуме «Я гражданин Подмосковья-2017» рассказал Александр Лауэр, руководитель направления по работе с молодежью. Юлия Федорененко, Денис Петров, информационная программа «День». Депутат Государственной Думы, летчик-космонавт, герой России Максим Сураев побеседовал с представителями средств массовой информации городского округа Мытища за круглым столом. Формат встречи можно назвать неофициальным, так как беседа проходила за чашкой чая. В мероприятии приняла участие и наш корреспондент Алла Сталаева. В таком формате беседа журналистов мытищинских СМИ с Максимом Сураевым состоялась впервые. На базе пресс-центра информационного агентства депутат Государственной Думы, летчик-космонавт, герой России встретился с журналистами телеканала «Первый Мытищинский», газет «Родники» и «Недели в округе» и других СМИ. За чашкой чая прежде всего обсудили вопросы, касающиеся тех законопроектов, которые сейчас рассматриваются российскими парламентариями. Те законопроекты, над которыми сейчас работаем, это по транспорту, я возглавляю секцию воздушного транспорта. Есть у нас законопроект в сфере, ну это унесено правительством, но поручено мне этот вопрос курировать в сфере безопасности авиационной, те же самые дебоширы, да, это вот вышел этот закон. В Госдуме сейчас активно обсуждают нюансы переселения из ветхих пятиэтажек. Эту тему также прокомментировал депутат. В ходе встречи затронули и вопросы строительства метро в городском округе Мытищи, взаимодействия с жителями и исполнение задач, поставленных губернатором Московской области. Не обошлось и без темы космоса. Журналистов интересовало, были ли нештатные ситуации на борту космической станции во время полетов на околоземную орбиту. Более напряженный этап, более эмоциональный этап, более опасный этап – это, конечно, возвращение обратное. Потому что это надо погасить скорость, причем погасить как? Не тормозами, как мы, да, в автомобиле, а об атмосферу. И погасить скорость с 28 тысяч километров в час, погасить ее об атмосферу, Ну, да, да приемлемо, да нормальное, чтобы раскрылся парашют. Там, да, там серьезно, там действительно так. Это все волнительно и впечатляет, когда ты проходишь сквозь эту плазму, когда это все у тебя там горит, когда это все трясется, все это там воет. Это все, знаете, как потусторонний мир какой-то. Подводя итоги, Максим Сураев поблагодарил журналистов за интересные вопросы и отметил, что будет рад таким встречам в будущем. Если этот формат будет продолжаться в будущем, я думаю, что это будет полезно. Полезно, потому что, в первую очередь, избиратели будут знать, что происходит, как происходит и что сделано за тот или иной период. Поэтому я готов, я открыт, если средства массовой информации городского округа в этом заинтересованы, я готов в этом формате продолжать общаться. Алла Сталаева, Олег Степанов, информационная программа «День». Ярмарка товаров народного потребления «Весенний базар» будет развернута на центральной площади города в ближайшие выходные – 29 и 30 апреля. На прилавках покупатели смогут увидеть продукты и непродовольственные товары. Их представят предприниматели из Дростовской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Ивановской областей, а также Республики Беларусь. В широком ассортименте на базаре будут представлены молочная продукция, мясные полуфабрикаты, рыбная гастрономия, также мед из липовой, гречишной, цветочной продукты на его основе. Помимо этого на базаре можно будет приобрести овощи и фрукты. Также будут представлены непродовольственные товары, а именно постельное белье, верхняя одежда, обувь, посуда и многое другое. Так как начинает сейчас еще сезон, ну, дачный сезон начинает, да, также будут еще саженцы. Ярмарка товаров народного потребления «Весенний базар» организована при участии Управления потребительского рынка и услуг администрации нашего округа по многочисленным просьбам мутищенцев. Те, кому из них планы не позволят прогуляться вдоль прилавков в эти выходные, смогут ознакомиться с ярмарочным ассортиментом и выбрать для себя подходящий товар следующие – 6 и 7 мая. На очередном заседании Общественной палаты был представлен итог двухмесячной работы по мониторингу реализации программы «Доступная среда в нашем городе». Подробности далее. В начале марта Алексей Савлуков, председатель комиссии по социальной адаптации инвалидов Матищинской общественной палаты, на встрече с главой округа обратил его внимание на нарушения, которые повсеместно допускаются при благоустройстве городских дворов и улиц. Во внимание они берут программу «Доступная среда», поэтому люди с ограниченными возможностями порой не могут даже выйти на улицу. Ну и лично. Пока было холодно пешком, потеплело на велосипеде, то есть обследован весь город тотально. Все тротуары, все перекрестки, все подъезды, ну и входные группы, просто весь город. В процессе нарушений фотографировались, заносились на интерактивную карту. И вот сегодня мы представляем как раз вот эти вот две активные ссылки, которые будут в общем доступе, в процессе будут представлены главе на координационном совете. Подобная работа никогда раньше не проводилась. Подводя итог, Алексей Савлуков подчеркнул, особенно много проблем, как ни странно, в новых микрорайонах. Там, где работы по строительству и благоустройству проводились всего пару лет назад. По моему впечатлению, то, что было проведено вот это вот обследование, можно сказать следующее, то, что где-то 80-90%, ну 80-85% программы «Доступная среда», вот просто доступности, безбарьерности для человека, это на самом деле, это программа благоустройства. То есть, если привести в порядок город и убрать, например, вот с этой карты, которую мы представляем, вот все вот эти моменты, ну я думаю, что в город можно будет возить экскурсии. Помогал Алексею Савлукову в создании этой карты Виталий Шаронов. Он, как никто другой, обеспокоен вопросами доступной среды в городе и сталкивается с нарушениями каждый день. Я активный инвалид, я могу легко передвигаться, но есть инвалиды, допустим, шейные травмы, которые на электрических колясках передвигаются. Для них минимальный бордюр, даже в полтора сантиметра, уже не преодолен. У нас получилось около 3,5 тысяч фотографий нашего города, которые были расположены на карте Google Maps и привязаны к адресам. То есть цель работы была для того, чтобы администрация могла увидеть данные проблемные места и, соответственно, исправить, переоборудовать и сделать среду доступной. Уже в конце мая эта работа будет представлена главе округа Виктору Азарову. Члены общественной палаты и, конечно же, инвалиды, проживающие в нашем округе, надеются, что результаты уже совсем скоро можно будет наблюдать в каждом Матищинском дворе. Анна Рощенкова, Константин Химичев, информационная программа «День». В администрации городского округа Матищи поздравили команду спортивной школы «Авангард» по мини-футболу для слепых за высокие спортивные достижения. Значок мастера спорта спортсмены получили из рук олимпийского чемпиона по хоккею Виктора Шалимова и первого заместителя главы городского округа Матищи Александра Казакова. Футбол для незрячих получил международное признание в 2004 году и был включен в программу паралимпийских игр в Афинах. В настоящее время в спортивной школе «Авангард» городского округа Матищи под руководством Николая Берегового тренируются слабовидящие и тотально слепые спортсмены. Ребята совсем не видят, у них нет зрения. Ну и плюс у них специальные очки, чтобы уравнять всех ребят, одевают специальные очки, ну, светонепроницаемые. Ну и понятно, что из этого складывается специфика и тренировки, и подготовки, потому что на тренировке нужна полная тишина. Ребятам нельзя показать, как нужно делать, нужно все время рассказывать, проводить руками, объяснять. Мини-футбол среди людей с нарушением зрения считается одним из самых сложных паралимпийских видов спорта. Пять абсолютно невидящих футболистов играют со специальным мячом, внутри которого находится колокольчик. А для завершающего удара за воротами находится тренер. Он подсказывает момент удара и атаки. Благодаря своему тренеру команда «Авангард» стала серебряным призером чемпионата Европы и победителем Кубка Европы по мини-футболу 5 на 5. Заняла первое место на чемпионате России в 2016 году. Эти ребята прошли отбор для участия в паралимпийских играх в Бразилии, но тогда всю паралимпийскую сборную России не допустили к играм в Рио-де-Жанейро. Они не привыкли сдаваться. И в феврале 2017 года в составе сборной Московской области вновь заняли первое место в Кубке России по мини-футболу. Нам выпала сегодня честь поздравить вас с большими достижениями, которые вы сегодня не только сами достигли этих достижений, но еще приносите честь и славу нашему родному городу Матище, потому что вы защищаете честь не только страны, не только Московской области, но самое главное – это нашего родного города. Мы давно мечтали о том, чтобы наши спортсмены, которые заканчивают детские спортивные школы, они выросли до уровня, как вы, чемпионов Европы, до уровня чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Вот коренной Матищинец наш Виктор Иванович Шалимов, олимпийский чемпион – это то, к чему должны стремиться все матищинские спортсмены. Поздравить футболистов с высокими достижениями приехал олимпийский чемпион Виктор Шалимов. Действительно подвиг. Подвиг в том, что они играют, представляют город и самое главное, что они живут настоящей спортивной жизнью. Всех хочется поздравить, поблагодарить. Самое главное, что молодцы. Также продолжать и то, что вы достигли. И думаю, что действительно, в будущем следующие олимпийские игры все-таки будут состояться и вы там поучаствуете и желаю, чтобы стали олимпийским чемпионом. Игрокам команды «Авангард» присвоены звания мастер спорта и мастер спорта международного класса. Мы, конечно, не поехали на паралимпийские игры 2016 года, но я уверен, что нам еще предоставится возможность поучаствовать в этих играх. И я обещаю, что мы приложим максимальное усилие для совершенствования своей игры и будем добиваться еще больших результатов. И напоследок хотелось бы опять же от лица нашей команды вручить подарок первому заместителю главы администрации городского прокоматича Казакова Александру Михайловичу. Несмотря на значительные успехи, эти ребята только в начале своей спортивной карьеры. И хочется верить, что впереди их ждет еще не одна победа, в том числе и на паралимпийских играх. Дарья Иринская, Денис Петров. Информационная программа «День». Статистика сообщает, что каждая десятая женщина в России курит, а мужчин, заядлых курильщиков и того больше, почти половина. Особенно это бросается в глаза на улицах. Курение сопровождает пешие прогулки многих горожан. А что об этом думают окружающие, выяснял Сергей Берзин. Недавно информационное агентство обошла радостная весть. Роспотребнадзор зафиксировал резкий спад потребления табака в России в 2016 году. На 39% сократилось потребление табака среди взрослых жителей страны. Но посмотрите эти кадры. Они сняты три года назад. Курят все, любого возраста, и даже рядом с детьми. Российские дети становятся постоянными курильщиками уже с 10-12 лет, что является одним из самых ранних показателей в мире, говорили специалисты. Курение среди женщин с 1996 по 2013 год выросло в шесть раз. И тогда, в 2014 году, Россия приняла ряд мер по борьбе с курением. В том числе, ужесточило антитабачное законодательство, запретив с 1 июня 2014 года курить в общественных местах, а также выкладывать табачные изделия в магазинах и продавать их в киосках. Кроме того, в России выросли ставки акцизов на табак. И есть ли результат? Не знаю, как кто, а вот я заметил, курить на улицах стали меньше, и не только на улицах. А что это означает в нашей повседневной жизни? Ну, наверное, поменьше станет окурков на обочинах, хотя их пока предостаточно. А главное, изменится сам тонус жизни, ее настроение. Массовое курение пришло на наши улицы во второй половине 20 века. Курить стало модно. Никакой пользы или выгоды. Просто модно. Почему среди курильщиков так много женщин? Да очень просто. Для них мода – это закон. Слава Богу, далеко не для всех. Сегодня отказаться от курения тоже становится модным. И это похоже на борьбу разных вкусов. Я думаю, что это не красиво совершенно ни мужчинам, ни женщинам. Это и здоровье вредит. Как вы относитесь к курильщикам на улице? Плохо. А сами курите? Собираюсь бросить в ближайшее время. А вообще, как вы считаете, вот курильщик на улице, он что вносит в нашу жизнь? Ну, что он вносит? Кроме мусора на газонах. Наверное, все-таки пример негативный. Мы говорим о моде, о психологии, как будто курение – это род искусства. Но это далеко не так. Даже самый романтичный капитан с изящной трубкой в зубах или кинозвезда с сигарой рискуют закончить карьеру безвременной кончиной от раховой опухоли гортани. Примеров предостаточно. Общее количество курильщиков на земле достигло миллиарда. И, увы, в пятерку стран, где табак унес максимальное число жизней, входит и Россия. Она занимает в этом антирейтинге четвертое место, уступая Китаю, Индии и США. И это, несмотря на то, что многие из нас действительно отказались от курения. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День». Уже с начала апреля в Подмосковье стали появляться первоцветы, всеми любимые цветы. Но часть из них занесена в Красные книги России Московской области и подлежит особой охране. В Московской области запрещена торговля не только первоцветами, внесенными в Красную книгу, но и теми, которые завозятся из других регионов России. Вообще-то, к первоцветам многие из нас относятся по-свойски. Увидел, сорвал, пока есть возможность. Считается, они красивые и свежие. Зачем они еще нужны, как не дарить радость нам, любимым? Их много, они еще нарастут. Но многие из нас забыли, что о первоцветах мы узнаем еще в школах. А там, говорится, совсем другое. Школу-то мы и отправились. Первоцветы, которые произрастают в лесу, их, конечно же, не надо собирать, нельзя. Потому что мы нарушаем баланс в экосистеме. Мы срываем, можем сорвать неправильно и уничтожить это растение. Оно может исчезнуть совсем. А как же красота нежных цветочков? Ведь цветут они совсем недолго. К середине мая зацветут краснокнижные, но очень популярные первоцветы. Ирисы, вереница лесная, фиалка топиная и, конечно же, ландыш майский. Про него даже песни поют. Как не подарить букетик ландышей? Действительно, их срывают и подвергают вот такому риску уничтожения. Нельзя срывать ландыши, лучше их сфотографировать. Пусть фотография вас радует, а живой цветок останется в природе. Как это не обидно, но цветение первоцветов ждем не только мы. Их цветочки отличная кормовая база для бабочек и шмелей. И пока единственная в пробуждающемся лесу. Нам они нужны совсем для других целей, чтоб глаз радовали. И поэтому кое-кто поставил дело на поток. Первоцветы приспособили для садовых участков. И разводят их на постоянной основе без вмешательства в дикую природу. Многие из первоцветов, то есть раноцветущие растения выведены в культуру. Примулы можно выращивать на своем участке, не срывая в лесу растения, а радуясь этой красоте у себя на дачном участке. Поэтому не стоит грубо вмешиваться в весенние леса в погоне за примулой. Так по-латыни называют первоцвет. В Министерстве экологии призывают жителей сообщать обо всех случаях сбора и продажи растений, занесенных в красную книгу. Их немало. Не зря книга такая объемная. Но если мы научимся их сохранять, они не останутся в долгу. Сергей Берзин, Денис Петров, информационная программа «День». Во дворце культуры Яуза состоялся отчетный концерт. На сцене со своими лучшими номерами выступили ребята, которые занимаются здесь различными видами творчества. Наша съемочная группа побывала на мероприятии. К традиционному отчетному концерту во дворце культуры Яуза всегда тщательно готовятся. Студии и коллективы показывают на сцене свои новые номера. Дворец культуры Яуза уже много лет является основной площадкой дополнительного образования в Мытищах. Некоторым коллективам уже не один десяток лет. Например, ансамбль народного танца «Радуга» в этом году исполняется 24 года. Сегодня его основной состав исполнил итальянский народный танец. Мы сегодня танцуем Тарантеллу. Учили ее где-то месяц. Она очень интересная и быстрая и сложная. И уже под конец танца не хватает дыхания и очень быстрее движение ног. Кроме того, в Дворце культуры учат спортивным, бальным, классическим, восточным и эстрадным танцам. Помимо этого действуют несколько кружков и студий вокально-хорового направления. Самые юные здесь ребята из хора созвездия. Наш хор очень большой. У нас дети от трех лет и до примерно 12-13 лет. Где-то примерно всего человек 40 ходит у нас. Занимаемся мы музыкой, хором, естественно. Также развиваем артикуляцию, речь, красивые сценические движения, выступаем, участвуем в различных мероприятиях. Дети ходят с удовольствием на занятия. Во Дворце культуры у нас прекрасная атмосфера для развития творческой, гармоничной, полноценной личности ребенка. Что для вас музыка, что для распения вообще? Для тебя что? Для меня это счастье. Счастье и жизнь. Еще во Дворце культуры Яуза существует несколько клубов по интересам. Также здесь можно заняться цирковым искусством, научиться азам, карате и ушу. Есть кружки для тех, кто любит рисовать или хочет научиться играть на гитаре. В 2000 году на базе Дворца культуры был создан народный театральный коллектив, тоже театр. Анна Раченкова, Константин Химичев, информационная программа, день. 18 мая 120 лет исполняется предприятие метровагонмаж. В преддверии юбилея воспитанники ведомственного детского сада номер 4 Аленушка подготовили праздничный концерт. Большую часть концерта приурочного к 120-летию вагоностроительного завода, одного из ведущих предприятий России в области транспортного машиностроения, воспитанники детского сада номер 4 посвятили истории предприятия. Затронули и военные страницы в судьбе завода. Конечно, не обошли вниманием и сегодняшних работников. Ребята рассказали о своих родителях, многие из которых являются сотрудниками метровагонмажа. В этот момент главные герои производства сидели в зрительном зале. В праздничном концерте звучало много теплых слов в адрес заводчан. Коллектив детского сада номер 4 Аленушка Уапсом сердечно поздравляем всех заводчан с этим праздником. Желаем стабильности и долголетия. Конечно, это счастье, что мы можем сказать наш завод, наши родители, которых мы очень любим, которые нам очень сильно помогают. И в воспитании детей спасибо вам за ваших деток, спасибо вам за ваш труд. В подарок зрителям праздничного концерта воспитанники детского сада номер 4 подготовили несколько красочных танцев и музыкальных номеров. Иногда им помогали воспитатели, но с основной частью программы. Ребята справились сами. А сюрпризом вечера стал сладкий подарок – торт в виде вагона, который украсил стол на общем чаепитии. Анна Раченкова, Алла Князева, Андрей Капустин, информационная программа «День». Весенняя выставка открылась в Мытищинской картинной галерее. Живопись, графика, прикладное искусство – каждый сможет найти то, что ближе его душе. Познакомилась с представленной экспозицией и наша съемочная группа. Выставка Ассоциации художников городского округа Мытищи – это уже добрая традиция. На этот раз в едином выставочном пространстве картинной галереи представлено более 200 картин и предметов декоративно-прикладного искусства. Меня впечатлило, конечно, очень понравилась графика, там, две картины, по-моему, карандаш или еще что-то. Я не знаю этого художника, но очень вот как-то западает в душу. Очень позитивно, очень здорово. Я считаю, что обязательным для посещения такие мероприятия. В выставке приняли участие как художники высокого профессионального уровня, так и любители. Представлены работы и молодых художников, которые только начали постигать азы творчества и учатся в художественных вузах. Каждая картина уникальна, а многие из работ поражают своей неординарностью сразу. Я люблю абстракцию, чтобы не зацикливаться на какой-то форме, просто распиложаться от души, от какого-то настроения. Много свежих новых имен, которые, к сожалению, ученические, но и есть очень острые, хорошие, свежие работы, которые могли бы быть в дальнейшем пластом культуры города Матища. Конечно, на весенней выставке не обошлось без цветов. Такое символичное начало прекрасного времени года, когда природа просыпается, и наши чувства становятся ярче и прекраснее. Но эта выставка посвящена не только долгожданной весне. Выставка эта посвящена Великой Дате Победы, и у нас на втором этаже в камерном зале представлены портреты ветеранов. Обратите внимание, это очень много работ, на которых цветы. Цветы – это пробуждение, это весна, это жизнь. Это та жизнь, ради которой и была совершена эта Великая Победа. Торжественное открытие выставки состоялось. Теперь каждый желающий может посетить ее до 21 мая и составить свое собственное впечатление о представленных работах. Алла Сталаева, Олег Степанов, информационная программа «День». В арене Мытищи состоялось закрытие хоккейного турнира имени олимпийского чемпиона Виктора Шалимова. Кто стал победителем среди шести команд Московской области, которые сражались на ледяной арене в эти дни, узнаем из следующего сюжета. Турнир за кубок имени олимпийского чемпиона Виктора Шалимова среди юношей 2007 года рождения завершился. Настало время торжественного закрытия и подведения итогов. На лед вышли все шесть команд, принимавшие участие в захватывающей игре. Вы, будущие нашей сборной Московской области, сборной России, вы это должны запомнить и обязательно когда-то прославлять наш хоккей на мировом уровне. Это вы должны помнить, это вы должны стремиться. По итогам турнира третье место заняла команда Атлант городского округа Мытищи, второе Химик из города Воскресенск и первого почетного места удостоилась команда Витязь из Подольска. Ежегодно игроки совершенствуют свое мастерство и оттачивают наработанные навыки. Все знают, хоккей это спорт для настоящих мужчин и именно такими становятся еще юные спортсмены сильными, выносливыми и целеустремленными. Наших юных хоккеистов конечно мастерство совершенствуется тут даже не поспоришь потому что эта команда в прошлом году эти команды в этом году разница большая ребята растут поэтому желаю им только в этом прогрессировать. Матищинские Атланты не одержав такую желанную победу тем не менее не отчаиваются еще будет возможность доказать свое лидерство в следующем турнире. Мне нравится потому что это очень скоростной спорт в нем очень быстро надо принимать решения или отдавать или бросать. Хотелось бы выиграть но не получилось наверное побольше надо было в пас играть. Ежегодный кубок олимпийского чемпиона чемпиона мира заслуженного мастер спорта СССР Виктора Шалибова это славная спортивная традиция. По словам легендарного хоккеиста уже наблюдая за ребятами 10-летнего возраста можно рассмотреть будущего чемпиона а подобный турнир в этом только помогает. Есть очень хорошие мальчишки очень хорошие вратари во всех командах были и видно что ребята старались несмотря на поражение там где-то обидное где-то и со слезами но все равно выходили все равно бились играли есть ребята здесь все зависит от них Напряженная борьба и спортивный азарт уже позади турнир завершился но это только повод готовиться к следующим не менее захватывающим играм Алла Сталаева Олег Степанов информационная программа День Это были самые важные события прошедшего дня а что ждет жителей нашего округа в выходные расскажет Дарья Линская в рубрике Афиша Добрый всем пятничный вечер рабочая неделя подошла к концу а впереди нас ждут три дня выходных о самых интересных предстоящих мероприятиях я расскажу вам прямо сейчас В Матищинском историко-художественном музее открылась персональная выставка Ольги Даутовой посвящение родному городу выставка представляет новый этап творческого развития художника в персональной экспозиции представлена созданная в последние годы серия «Город, который мы любим» а также в эти дни в музей проходит выставка члена Союза художников России Международного художественного фонда Владимира Анатольевича Пермиловского «Весна» Владимир Пермиловский занимает особое место среди мытищинских художников пейзаж его любимый жанр его живопись характеризуется сдержанным колоритом объемным рисунком умением видеть эпические и типично русские широкие просторы в мытищинской картинной галереи свои работы представила на радость мытищинцам ассоциация художников городского округа сказку для ребят в театре кукол огниво в эту субботу расскажет Пелагея-ключница достанет потихонечку из ларца кукол и поведает о красавице Аленушке и чудище которое благодаря настоящей любви станет прекрасным юношей еще в воскресенье в кукольном театре покажут особенный спектакль легенда о добром сердце в нем нет прекрасной принцессы и герои его не столь грациозны в самом деле какая грация может быть у старого одинокого пугала забытого хозяином на опустевшем осеннем поле по доброте сердца пугало берет на себя заботу о раненом неуклюжем истенке это незамысловатая история поставлена и сыграно так проникновенно что трогает до глубины души спектакль состоится в 11 и 14.00 на сцене театра драмы и комедии дают спектакль среди гостей в одной рубашке комические ситуации по произведениям Даниила Хармса расскажет и покажет артисты театра фест в субботу в 19.00 души полет и муза вдохновения под таким названием состоится междуональный конкурс хоровой музыки послушать чистые детские голоса и классические музыкальные произведения приглашают всех желающих в субботу в 11.00 во дворец культуры Яуза 1 мая в праздник весны и труда состоится концерт коллектива МДК Яуза с участием оркестра русских народных инструментов Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева приходите во дворец культуры Яуза 1 мая в 13.00 вы помните что в эту субботу мы сажаем лес победы новый лес как дань памяти погибшим защитникам экологическая акция пройдет на территории городского округа Мытищи с 11.00 до 13.00 планируется высадить более 14 тысяч сосен высаживать деревья будут в поселке Пироговский Марфино центральном Мытищинском парке присоединяйтесь и вы к этому доброму делу а еще в эти выходные обязательно приходите гулять в Мытищинский парк там в субботу в 12.00 торжественно откроют всеми любимый центральный фонтан пусть запуск фонтана приблизит теплые солнечные дни пусть парк наполнится звонким детским смехом и влюбленными парочками которые так любят фотографироваться у музыкального фонтана на выходные погоды обещают тоже преподнести подарок в виде ясных даже по летнему теплых дней а я на этом прощаюсь с вами всего вам самого доброго впереди нас ждет много интересного что самое приятное целых три выходных дня хорошего вам отдыха чтобы ничего не пропустить заходите на сайт Первого Мытищинского и в нашу группу ВКонтакте далее вас ждет прогноз погоды и важная информация в рубрике Телетайп на этом я с вами прощаюсь спасибо за внимание и до новых встреч Не ставь в холодильник горячее блюдо еду охлаждать нелегко ему будет и с этой минуты запомни пойдет электроэнергия и перерасход А если ты свой холодильник оставишь надолго открытым то снова заставишь с двойной силой трудиться его полезного в этом опять ничего Из этих примеров наглядных простых многие сделали вывод А ты? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ежегодные премии губернатора Московской области Субтитры создавал DimaTorzok В 2017 году премия проходит уже в пятый раз Она претерпела существенные изменения хотя призовой фонд остался неизменным 180 миллионов рублей которые вручаются за добрые дела сделанные в Подмосковье За время проведения премии были уже награждены 7952 лауреата из авторов более чем 80 тысяч поданных проектов В этом году будут вручены 1818 наград Для участия в премии вам необходимо зарегистрироваться на сайте www.nashadefizpodmoskovye.rf После одобрения анкеты вы можете подать свой проект или присоединиться в качестве участника инициативной группы проекта Каждый соискатель может заявить только один проект Заявки на участие принимаются с 25 апреля по 24 июня 2017 года Проекты подаются в категории в зависимости от количества участников вовлеченных в реализацию проекта Это сделано для того чтобы у всех проектов были равные возможности на победу чтобы они соревновались в своих весовых категориях Категория инициатива количество членов инициативной группы реализующей проект от 1 до 15 человек Категории команда от 16 до 50 человек Категория объединения от 51 до 100 человек Категория сообщества свыше 100 человек участвующих в проекте В каждой категории принимаются проекты направленные на работу с молодежью и развитие массового и дворового спорта развитие науки и информационных технологий работа по патриотическому воспитанию и общественный контроль развитие волонтерской деятельности и благотворительность охрана окружающей среды и создание приютов развитие краеведения и сохранение объектов культурного наследия До 9 июля к проекту на сайте должны присоединиться остальные его участники в соответствии с выбранной категорией подачи проекта В июле и августе в муниципалитетах пройдут обязательные презентации проектов на которых соискатели расскажут представителям Совета по присуждению ежегодных премий о целях и основных достижениях своих проектов Дополнительную информацию об условиях участия вы можете найти в разделе «О премии» на официальном сайте нашей Дефис Подмосковье точка РФ Уважаемые жители городского округа Мытищи Обращаем ваше внимание что оказание услуг по распространению сигналов программ телевизионного вещания по кабельной муниципальной сети связи на территории городского округа Мытищи осуществляет МУП развития инфраструктуры Мытищи На это же предприятие возложена обязанность по осуществлению сбора абонентской платы с пользователей кабельного телевидения Между МУП развития инфраструктуры Мытищи и расчетными организациями которые производят сбор коммунальных платежей заключены договоры на основании которых расчетные организации осуществляют сбор абонентской платы с пользователей кабельного телевидения от имени МУП развития инфраструктуры Мытищи Поэтому жителям необходимо оплачивать услуги связи для целей кабельного телевизионного обещания по квитанциям, полученным от своих расчетных организаций. Телеканал Первый Мытищенский объявляет сбор средств на лечение ребенка. Беда пришла в семью запасовых неожиданно. Маленькой Катюше 2 года и 9 месяцев. У нее легочная недостаточность второй степени. Девочка не может самостоятельно дышать и постоянно подключена к аппарату искусственного дыхания. Сейчас Катя находится на лечении в Морозовской детской больнице. Ей необходима пересадка легких и лечение за границей. Стоимость дорогостоящего лечения оценивается в 130 тысяч долларов. Таких денег у семьи нет. В семье запасовых двое несовершеннолетних детей. Работает только папа. Тем временем фиброза легких растет и девочке становится хуже. Маленькую Катю можно спасти и собрать необходимые средства на лечение. Для этого необходимо перевести деньги на номер карты, который вы видите сейчас на экране. Просим вас не быть равнодушными, ведь даже маленькая сумма может оказать большую помощь. Администрации городского округа Мытищи организуются маршруты экспресс с предоставлением бесплатного проезда для всех жителей. С автовокзала города Мытищи на Олимпийский проспект, Волковское шоссе, Волковское кладбище и обратно. Пассажирские перевозки будут выполняться автобусами большого класса с 9 до 15 часов в верное воскресенье, на Пасху, на Красную горку и в День Победы. С автовокзала города Мытищи на МКАД, Перловское кладбище, Осташковское шоссе, Волковское шоссе, Олимпийский проспект, на автовокзал Мытищи. Пассажирские перевозки будут выполняться автобусами малого класса с 9 до 15 часов в верное воскресенье, на Пасху и на Красную горку. Пасху и на Красную горку. К Международному дню узника в размере 3 тысяч рублей за счет средств бюджета городского округа Мытищи. Выплата осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевые счета граждан или через Мытищинский почтамп в соответствии с порядком получения пенсии. Пасху и на Красную горку. Можно принимать к оплате карту на фото или видеокамеру гаджета. В сообщении указать дату, время проезда на маршруте и номер карты Стрелка. После направить всю информацию по доступным каналам связи, социальные сети, мессенджеры или почта. Самым активным участникам акции будут вручены памятные призы от команды Стрелки. Подобные условия участия в акции размещены на сайте стрелкакарт.ру в разделе «Новости» и в социальных сетях Стрелки. Главное управление социальных коммуникаций Московской области проводит ежегодный конкурс граффити на территории Московской области. Его тема в 2017 году – «Экология в красках». Конкурс проводится с 4 апреля по 4 июня 2017 года. Для участия необходимо прислать фотографии работ, размещенных на открытых поверхностях в муниципальных образованиях Московской области, с указанием адреса и контактных данных заявителя срок до 21 мая 2017 года. В конкурсе принимают участие как индивидуальные участники, так и команды. В установленные сроки с 4 апреля по 21 мая необходимо подать заявку-анкету с фотографиями рисунков. Заполненная анкета направляется на электронную почту в срок до 21 мая 2017 года. В период празднования праздника «Весны труда» и «Дня победы» в Великой Отечественной войне прием населения по вопросам регистрационной и экзаменационной деятельности отдела ГИБДД будет осуществляться по следующему графику. 29 апреля в период с 9 до 18, 30 апреля и 1 мая – выходные дни, 2, 3, 4, 5 и 6 мая – период с 9 до 18 часов, 7, 8 и 9 мая – выходные дни. Напоминаем также, что для удобства можно воспользоваться порталом госуслуги.ру. В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытища Московской области утвержден порядок выплаты единовременной материальной помощи льготным категориям граждан, пострадавшим вследствие радиационных воздействий в связи с 31-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС за счет средств бюджета городского округа Мытища. Единовременная материальная помощь оказана льготным категориям граждан, имеющим постоянную регистрацию на территории городского округа Мытища и имеющим инвалидность или получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется администрацией городского округа Мытища путем перечисления денежных средств на лицевые счета граждан Сбербанк России и через Мытищинский почтамп Московской области, филиал Почта России. В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытища Московской области утвержден порядок выплаты единовременной материальной помощи льготным категориям граждан, имеющих постоянную регистрацию на территории городского округа Мытища ко дню победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Денежные выплаты получат 3 321 ветеран Великой Отечественной войны. Подробная информация размещена на официальном сайте администрации городского округа Мытища. Внимание предприятий и организации! В последнее время участились случаи попыток мошенничества. Преступники представляются инспекторами Министерства экологии и природопользования Московской области. Если в вашу компанию без уведомления пришел экоинспектор, вы можете позвонить по антикоррупционному телефону Минэкологии плюс семь девятьсот шестнадцать пятьсот ровно тридцать два шестьдесят один и проверить, является ли этот гражданин сотрудником Министерства. В случае, если это не так, сообщите в полицию. Каждая выездная проверка Министерства экологии и природопользования Московской области проводится в соответствии с законодательством и на основании распоряжения о проведении проверки. О плановых и внеплановых проверках Минэкологии заранее уведомляют предприятия и организации. С 29 по 30 апреля и с 6 по 7 мая по адресу город Мытища, Новомытищинский проспект, Центральная площадь перед зданием администрации городского округа Мытищи будут проводиться ярмарки товаров народного потребления «Весенний базар». Продолжение следует...